YouTube запустит монетизацию коротких роликов Shorts. Нововведение станет частью более масштабного обновления партнерской программы, в рамках которого всем ее участникам придется согласиться с новыми правилами, независимо от того, планируют ли они зарабатывать на коротких роликах. Для участия в партнерской программе пользователям нужно набрать 4000 часов просмотров на стандартных роликах или же 10 миллионов просмотров Shorts в течение 90 дней. В дополнение к этому необходимо иметь не менее 1000 подписчиков. Авторы коротких роликов какое-то время могли зарабатывать с помощью разных способов, включая интеграцию с покупками и созданного YouTube фонда поощрения популярных блогеров. Теперь же для создателей Shorts станет доступен способ монетизации, которым годами пользуются авторы стандартных видео на платформе. В целом же партнерская программа платформы станет модульной, за счет чего у авторов контента станет больше возможностей для монетизации. Илон Маск попал в книгу рекордов Гиннесса из-за крупнейшей потери личного состояния. Бизнесмен официально побил мировой рекорд по самой крупной потере личного состояния в истории. Уточняется, что организация приложила к новости об основании своего решения, которое представлено данными Forbes. Они гласят, что личный капитал Маска снизился на 183 миллиарда долларов всего за один год, но волноваться за него не стоит. Несмотря на то, что глава Twitter потерял больше денег, чем любой другой человек в истории, он не будет голодать в ближайшее время. Маск по-прежнему второй самый богатый человек в мире, иронично уточнили представители организации. До Маска предыдущим рекордсменом был японский предприниматель, основатель и гендиректор софтбанк Масойоси Сон. В 2000 году он потерял 58,6 миллиардов долларов личного состояния. В рождественские выходные в Steam одновременно играло 10 миллионов человек. Такие данные приводят аналитики компании SteamDB. 7 января было зарегистрировано 10 миллионов 82 тысячи 55 активных игроков и 32 миллиона 186 тысяч 301 пользователей, находившихся одновременно онлайн. Что интересно, это стало абсолютным рекордом на игровой площадке. Самой популярной игрой в рождественские выходные стала Counter-Strike GO, набрав более миллиона одновременных игроков. Dota 2 заняла второе место, а третья недавно вышедшая Goose Goose Duck, достигнув уровня в 700 тысяч игроков.